Всем привет на этом канале. Вот это китайская фирма, которая прислала мне тестер для аккумуляторной батареи. Сегодня сделала мне очередной подарок и прислала клещи. Говорили, что очень козырные клещи. Прецизионные. Тут даже есть какие-то номера патентов. Правда, коробка какая-то, но у нейм. Но сейчас мы это все откроем, посмотрим. Представитель фирмы говорил, что я не пожалею. Очень отличные должны быть клещи. Их особенность в чем? Потому что в каждом инструменте надо искать изюминку. Особенность в том, что они могут показывать самые минимальные значения токов. Ну, сейчас мы все это посмотрим. Тут, в общем-то, чехольчик, шнурочек для зарядки Type-C. Значит, там есть встроенный внутренний аккумулятор. Есть термопара, есть щупы. И есть сами клещи, что больше всего нас интересует. Ну, а теперь давайте все это распакуем и посмотрим. Так ли они хороши, эти самые клещи, как о них рассказывали? Значит, модель 268V. Ну, давайте по порядку. А, и чуть не забыл. Тут еще инструкция даже была, которую я почитал. В общем, если все так, как пишет инструкция, я рассказывал продавец. А это клещи прецизионные, то есть меряют малое значение токов. И умеют мерить, самое главное, утечку тока. Если все так, как рассказывали, то это очень классный инструмент, должен вам сказать. И очень полезный. Потому что большие клещи на 600 А, на 1000 А у меня есть. А вот именно таких, которые могут определять утечку тока, нет. Ну, давайте посмотрим сразу на архитектуру этого всего строения. Есть кнопка включения. Она же кнопка выбора. Есть кнопка hold, то есть заморозки показаний. Яркость экрана на этой же кнопке. Кнопка отдельно на режим NSV live, мой любимый, проверим позже. Кнопка zero для установки нулевых значений. И, соответственно, фонарик. Потому что по древней китайской традиции обязательно должен быть фонарик. Правда, фонарик не очень-то и яркий. Ну и давайте посмотрим, что они умеют. Написано, работают до 1000 В постоянного тока, 750 В переменного. Кнопка умеет определять вольтаж, сопротивление, диоды, прозвонка, конденсаторы. Сейчас все проверим. Ну, а ток, соответственно, меряется клювом. А клюв у нас на сколько? Сейчас померяем. Открывается 23 мм. Так, ну, немного. Ну и клещи миниатюрные. А с этой стороны есть какой-то люк. Сейчас откроем. В этом люке, соответственно, батарейка на 3,7 В. Хорошо. Сбоку микрофон, кнопка переключения режимов и гнездо для зарядки, по-моему. Правда, открывать его вообще неудобно, честно говоря. А, я не с той стороны, просто открываю. Понятно. С этой стороны надо открывать. О, тут без проблем открывается. Там разъем Type-C. Так, ну и посмотрим, как они работают. Сейчас посмотрим, как работают со щупами. А потом самое интересное, посмотрим, как они работают. Так, клещи прецизионный определяет минимальный ток. Разъемов для щупа тут всего-навсего два. Поэтому не ошибетесь. Красный, черный. Щупы до 1000 В. Пойдем по режимам. Так, включается красная кнопка. И выбор режимов. Постоянное напряжение. Так, возьмем батареечку дежурную. Посмотрим постоянное напряжение. Полтора вольта. Поменяем. Минус покажет, не покажет. Обычно с этим проблем нет у приборов. Показывает минус. Все хорошо. Да, тут, кстати, экранчик еще переворачивается. Если нажать кнопку и держать, перевернется экранчик. Вернем назад. Такая вот замануха. Но, честно говоря, не знаю, нужна она или не нужна. Как по мне, то я не гордый. Могу посмотреть и вверх ногами. Все измерения производятся в автоматическом режиме. Ручного режима тут нет. Так, переменные напряжения. Бытовая розетка. Смотрим, сколько вольт в бытовой розетке. Какую-то ахинею, честно говоря, показывает. Ага, теперь показывает правильно. 225 вольт. Но почему-то думал очень долго. Так, следующий режим какой у нас? Проверка сопротивления. Есть у нас дежурный резистор на 46 Ом. Уже проверенный неоднократно. Что ты нам покажешь? 46,9. Ну, в принципе, плюс-минус. Все правильно. Следующий режим. Работа с диодами. Прозвонка. Притом, все это объединено вместе. Так, ну, попробуем прозвонку. В принципе, очень шустрая прозвонка. Проблем нет. Звенеть зуммер начинает, если сопротивление меньше 50 Ом. Ну, у нас 46 Ом есть резистор. Да, действительно, звучит, если меньше 50 Ом. Тут не обманули. Этот же режим идет на прозвонку диода. Должен выдавать на щупы 3 вольта. А выдает 3,9. Даже больше, чем заявлено. Почти 4 вольта. 3,9 вольта это не просто хорошо, а очень хорошо. Значит, светодиоды будут загораться без проблем. Что они и делают. В этом плане все прекрасно. Никаких проблем. Следующий режим. У нас определение емкости конденсатора. Вберем наш дежурный конденсатор 3,3 микрофарад. И пробуем определить его емкость. Плюс на плюс, минус на минус. Должен немножко подумать. Определяет как 3,5. И надо сказать, что тут он определил очень точно. Потому что некоторые приборы. Да что там некоторые. Процентов 70 определяет этот конденсатор как 4. Следующий режим. Какой у нас? Герцы. Герцы он умеет у нас определять от 30 Герцев до 1 кГц. Но опять же, бытовая розетка. 50 Герц должно быть. 49,9. Без проблем и очень быстро. Следующий режим у нас. Градусы по Цельсию. Следующий градусы по Фаренгейту. Ну давайте посмотрим градусы по Цельсию. Как он определит. А для этого у нас есть, конечно же, термопара. Которую мы подключим. Она такого красного цвета. Довольно необычная. Обычно термопары не такие. Ну и посмотрим, как у нас определяется человеческое тело. Эталон. 36,6 градусов должно быть. Определяет как 35 градусов. Ну тут запятой нет. Десятых не показывает. Можно сказать, что погрешность градус полтора. Очень хороший результат, кстати, для таких приборов. Обычно все показывают 35,34. Остался у нас режим NSV и Live. На него выведена отдельная кнопка. Нажимаем ее. Переходим в NSV. Переходим в Live. Опять же, бытовая розетка. Тычем в розетку. Ничего. Тычем в другую. Показывает фазу. Не спутаешь. Опять идем на ноль. Молчок. Фаза. Ищет как сумасшедший. В общем, фазу находит очень быстро и без проблем. Но плохо то, что никак не реагирует на ноль. Нету никаких изменений. Непонятно, есть контакт, нету контакта. Лично я предпочитаю, чтобы были какие-то изменения, когда вы вставляете щуп в ноль. Ну, что есть, то есть. В принципе, опять же, все работает. Все хорошо. Режим NSV. Антенна у нас выносная. Должны работать неплохо. Берем провод бытовой розетки, подводим клещ и смотрим, когда начнут пищать. Какой порог срабатывания. Так, 3 сантиметра до провода. Начинает потихонечку уже пищать. Показывает одно деление. Так, подвигаем еще понемножку. Два деления на расстоянии полтора сантиметра. Три деления на расстоянии 5 миллиметров. Четыре деления на расстоянии 1 миллиметр. Ну, судя по тому, как они реагируют на провод, должны проводку в стенке, в штукатурке, искать без проблем. Пойдем поищем. Кто давно смотрит мой канал и на него подписан, то знает, что это у меня тестовое место. И провод идет от угла до угла. Смотрим, как клещи будут искать провод в штукатурке. Точно там, где провод. Точно в провод. В целом, надо сказать, что режим NSV очень даже зачетный. Очень зачетный. Все клещи, которые были раньше, так хорошо не работали. А эти прям исключительно молодцы. Возьмем чудо-лабораторный блок и на нем все проверим. Так, что по режимам. При измерении тока есть три режима. Два на постоянном, один на переменном. На постоянном токе режим измерения амперов. И второй режим измерения сотых амперов. И третий режим измерения переменного тока, миллиамперы. Сами клещи измеряют максимальный постоянный переменный ток. Это 60 ампер. А минимальное значение, которое они могут измерить по току на постоянном токе, 5 мА на переменном 2 мА. Но нас интересует в нашей работе больше постоянный ток. Поэтому идем в режим измерения постоянного тока, посмотрим, как он будет измеряться на лабораторном блоке. Поставим на нули, показывает 622. У нас есть кнопка 0, нажимаем ее, обнуляем значение. Ну, собственно, для этого кнопка и нужна. Погрешность 2 сотки. Идем на 1 ампер. Погрешность 2 сотки. Давайте 5 ампер поставим. Посмотрим, как он будет отрабатывать этот параметр. Тут уже погрешность 2 десятки. Так, на 3 амперах. Что ты нам, дорогой, покажешь? Ну, практически те же 2 десятки на 2 амперах. На 2 амперах 1 десятка. В общем-то, 2 ампер измеряют довольно точно. 1,5 ампера 1 десятка. А уже если ставить 5 ампер, то там уже идет погрешность 2 десятки. До 1 ампера показывает погрешность 2 сотых. 8 ампер, погрешность 3 сотых. Как-то он нелогически работает, честно говоря. Так, давайте еще раз 5 ампер попробуем. 2 десятки погрешность. 3 ампера. 1 и 7 десяток погрешность. 8 ампер. Меньше 1 десятки. 7 ампер. Тут вообще все прекрасно показывает. 6 ампер. 3 сотки погрешность. 5 ампер. 2 десятки погрешность. В общем, как-то у него не совсем логическая кривая погрешности. До 1 ампера. 2 сотки. Начиная с 2 ампер до 5. 2 десятки погрешность. После 5 ампер, до 10 максимальных, которые может дать этот блок. Опять же, 2 сотки погрешность. Даже можно сказать, на больших амперах, допустим, при 9. Показывает практически точно. 3 и 9. Всего 5 соток погрешности. Ну, такая вот у нас кривая погрешности. Но нас больше интересует утечка тока. Поэтому мы переходим в режим измерения микротоков. И посмотрим, как он нам будет показывать кривую погрешности на этих режимах. Опять же, сбрасываем все на 0. И смотрим, что он нам будет рассказывать. 5 тысячных ампера. И все равно на экране 0. Но хотя, по инструкции, он уже должен выдавать какие-то показания. Потому что это его минимальный порог. Ну, немножко начнем поднимать. Посмотрим, когда у нас появятся циферки. Появились. Попробуем еще раз. Шестерка. Тысячных. Семерка тысячных. Ноль. Восьмерка тысячных. Семерка тысячных. Ноль. Немножко ниже опустили. Поднимаем до восьмерки. И на восьмитысячных начинается реакция. И показывает одну сотку. Ну, если округлить математическим способом, то, в принципе, одна сотка действительно есть. Так. Одна десятка на лабораторнике. Одна десятка на клещах. Все правильно. Две десятки на лабораторнике, две десятки на клещах. Прекрасно. Три десятки на приборе, три на клещах. Чудесно. Четыре десятки, четыре десятки. Все прекрасно. Пять десяток, пять десяток. чудесно 6,6 9 значит 9 десятка на лабораторнике десятка на клещах двойка к двойке в общем да действительно не обманули действительно маленькие токи эти клещи определяют без проблем так ну увеличим диапазон пятерка пятерка 6,8 на 6,8 85 85 в общем надо сказать что эти клещи действительно очень очень точно определяет малые токи и и для того чтобы определить токи утечки от аккумулятора на автомобиле подойдут как нельзя кстати собственно зачем они мне и были нужны действительно инструмент отличнейший в каждом инструменте должна быть своя изюминка и тут не просто изюминка а целый торт с изюмом 90 90 просто все мега прекрасно 1,7 1,7 1,52 1,54 тут уже пошли погрешности так и чем дальше будем крутить я так понимаю тем больше погрешность будет увеличиваться на две сотки разницы попробуем 1,9 1,91 сотка разницы 2,14 2,16 2 сотки разницы все равно очень точно всего-то навсего 2 сотки погрешности но тем не менее тут уже идут погрешности то есть начиная уже где-то от 1 ампера и выше растет погрешность 4,31 4,36 5 соток погрешности но по итогу что по итогу клещи действительно отличные большого тока не измеряет но маленький ток измеряет очень хорошо гностики бортовой сети автомобиля незаменимая вещь очень рекомендую потому что бывает китайцы присылают инструмент ну он неплохой но принципе проходной инструмент как инструмент не лучше не хуже а это действительно то что надо и я очень рад что есть такие китайцы которые снабжают меня подобным инструментом за что им большое спасибо ну а зрителям спасибо за то что терпят эти рекламные ролики ну сами понимаете как я могу отказаться от такого халявного прекрасного инструмента но сегодня было такое видео ставим лайк кому понравилось кому не понравилось все равно ставим лайк потому что я очень жаден до лайков и пишем комментарии кто чего думает по поводу этих клещей а ссылку на продавца я оставлю внизу утечку на переменный ток проверять не буду потому что мне без надобности но уверен что там тоже будет все в полном порядке порядке